Мы продолжаем читать книгу Пророка Оси в рамках проекта «Экзегет». Мы в прошлый раз не дочитали вторую главу, она длинная, третья, наоборот, короткая, поэтому давайте дочитаем вторую и третью тоже прочтём. Во второй у нас появляется неожиданная тема надежды, которая вроде бы ни на чём не основана. В первой главе Господь очень резко обличает израильский народ, сравнивает его с неверной женой, и во второй эта неверность как бы испаряется, причём испаряется очень простым образом. Неверная жена убеждается, что любовники ей ничего на самом деле не дают, возвращается к своему мужу, которого она зовёт отныне уже не господином, а мужем, то есть тем, кто ей близок, тем, кто её принимает, и он, в свою очередь, ей даёт и пищу, и питьё, и безопасность, и возможность спокойно жить. «Обручусь тогда с тобой навек, обручусь с тобой в праведности и справедливости, в милости и милосердии, обручусь с тобой в верности, и познаешь ты Господа». «Обручусь», смотрите, уже между ними есть отношение супружества, уже она его жена, он ей муж, но всё равно нужно какое-то новое обручение. Как это понимать? После разрыва вроде не играют новую свадьбу, если супруги расстались, и потом они снова соединились. Да, конечно, это здорово, это можно как-то отметить, но мы не воспринимаем это как некую новую брачную церемонию. А здесь это так воспринимается. То есть после того, как завет, по сути дела, разрушен, уничтожен, не мой народ, не помилованное, имена, которые пророк Осия даёт своим детям, но даёт не просто так, а рассказывая о отношении Бога к израильскому народу. Вот всё разрушено, и нужно начать заново. Оказывается, заново можно начать в любой момент. Вот эта тема, которая будет возникать постоянно в Библии, которая в христианской аскетике, вообще в христианской культуре будет постоянно возникать, никогда не поздно ничего исправить. Да, есть ошибки, но ошибиться не страшно, потому что за ошибкой продолжается жизнь, потому что ошибка – это не конечный итог, это возможность нового начала. И вместе с тем, не просто обручусь с тобой на век, погуляем на свадьбе, дальше будем жить, поживать и добра наживать, нет, а сразу ставятся рамки этого союза. И рамок довольно много, а точнее сказать, это всё одна большая рамка, названная просто разными словами. В праведности, справедливости, милости, милосердии, верности. Набор слов по-русски, может быть, и по-еврейски, там разные слова, но это слова, праведность, справедливость, милосердие, они связаны с определённой линией поведения. То есть это не разовая какая-то акция, милосердие, допустим, благотворительность, там раздали нищим, голодным какие-то пайки продовольственные, или приняли у врача бесплатно нуждающихся, вот милосердие. Нет, это разовая. А вот линия поведения, когда это постоянно, когда это отношения и двусторонние, и вовлекающие, может быть, не только эту женщину, её мужа, не только народ израильский и бога, но те, кто внутри народа, вот как в семье, отношения между людьми бывают тёплые, доверительные, бывают иногда кошмарные отношения внутри семьи, иногда там что-то среднее. И вот как раз мир, который возникает, гармония, которая строится между этими самыми людьми, она есть признак или даже условие, но как минимум признак того, что гармония восстановлена в отношениях с Богом. «И познаешь ты Господа, и будет тот день пророчества Господа, я отвечу, я отвечу небо, а небо ответит земле, а земля ответит зерном, вином и маслом, и возвратятся они к Израэлю». Израэль, напомню, долина, в которой был такой эпизод гражданской войны, и, собственно говоря, он становится именем для Израиля. Похожие имена, и по-еврейски они похожи, но вот такой вот Израиль, который не Израиль, Израиль, который Израэль, который сжался до одной долинки, к долинке, к тому же со скандальными событиями, с кровавыми столкновениями, с борьбой за власть, с истреблением невиновных. И вот даже этот самый Израиль, который и Израилем-то не называется, он все равно получит ответ, и не напрямую от Бога. Господь отвечает небу, небо отвечает земле, а земля отвечает зерном, вином и маслом. В каком смысле? Видимо, дождь он пошлет. Небо прольет дождь на землю, на земле вырастут все эти замечательные плоды, и все будет хорошо. И народ израильский благоденствовать будет. У него будет что покушать, что выпить, во что одеться. Почему же так сложно? Почему не сказать, я вам пошлю зерно, вино и масло? Или хотя бы я пошлю дождь, и у вас это будет? Вот эти отношения между Богом и его народом понимаются как часть глобальных отношений между миром, вселенной, Богом, и между частями этого мира, как они между собой соотносятся. То есть не просто Бог посылает богатство, а Бог отвечает небу, небо отвечает земле, земля произращивает вот этот самый урожай. Они все начинают друг с другом общаться. Вот мироздание как огромное пространство общения. Отвечать это же не обязательно словами, ответить можно жестом, кивком, можно ответить на призыв о помощи действиям, не произнеся ни слова. Вот так и здесь не обязательно небо и земля разговаривают, какие-то тексты произносят, как я сейчас. Весьма вероятно, это просто действие. Пойдет дождь, вырастет хлеб, и все такое прочее. Но вместе с тем, это мир как сложно устроенный организм, где все находится в собеседовании, в движении. «На земле моей вас поселю, назову Лорухаму помилованный». Лорухам – это непомилованные, напомню, имя, которое так значит, одна из дочерей пророка Амоса. Скажу «Лоами» – ты народ мой. «Лоами» – это не мой народ. Это имя, которое было дано сыну Осии, и вот оно утрачивает свое символическое значение, потому что теперь уже это его народ. А он мне скажет «Ты Бог мой». А казалось бы, что там такого? Но дело в том, что в данном случае «Ты Бог мой» – это не просто констатация фактов. На небе луна, в мире есть Бог, который действует в нем. Но это именно установление отношений. Вот как там было «жена ты мне или не жена», вот так «Бог ты мне или не Бог». И, соответственно, эти отношения глубоко личные, они нуждаются в том, чтобы их возобновлять, в том, чтобы их называть заново иногда. Ну и в семейной жизни вовсе все изменится. Сказал мне Господь, ступай, по-прежнему люби ту женщину, прелюбодейку, у которой любовник. То есть, ну, они, видимо, расстались, и тут Господь его отправляет обратно. Так любит Господь и сынов Израиля. Они на чужих богов засматриваются, любят их виноградные лепешки. То есть, смотрите, отношения Бога к своему народу подобны отношению брошенного мужа к горячо любимой жене, которая там где-то гуляет. Ну, это очень больно, прежде всего, для мужа, здесь для Бога. Оказывается, он не только судья, но он пострадавшая страна в этом семейном конфликте. И даже вот такие образы засматриваются, любят угощения виноградной лепешкиной из изюма, да, такие прессованные. Тогда выкупил я ее за 15 шекелей серебра и полтора хомера и ищменя, хомер меры сыпучих тел, это он свою жену выкупил, и сказал ей, надолго останется у меня. То есть, она, видимо, продана куда-то в рабство или в долговой какой-то кабале, а Иосия, которая формально уже может не считать ее своей женой, от этого своего права отказывается, принимает ее как жену и выкупает. Надолго останется у меня, не блуди и не ложись с другим, но и я не лягу с тобой. То есть, ну, здесь можно прочесть по-другому, но и я буду с тобой, но это не очень похоже по контексту. Возможно, вот после этого блуда наступает какой-то период, когда муж не касается жены, и они живут без супружеских отношений, но при этом она в доме. То есть, ну, какой-то период очищения, успокоения, чтобы пройти через период этого ожидания, воздражания. И вот у Бога с Его народом, видимо, что-то похожее. То есть, они общаются, да, у них есть союз, но этот союз некоторое время неполный, вот не кидается сразу в объятия Бог. Так и сыны Израиля будут долго жить без царя, без князя, без жертвы, без алтаря, без ифоды с тарафимами. Ифоды и тарафимы – это, естественно, детали священнического облачения. И вот какое-то время у сынов Израиля не будет религиозной вот этой формальной жизни, обряды не будут совершаться. Кошмар, ужас. Но, с другой стороны, ведь не обязательно, чтобы они все время совершались. Ведь верить в Бога можно и без этих обрядов, гораздо лучше с ними. Но и без них эта вера может быть. Более того, время, когда этих обрядов нет, это время такого испытания, понять, что важно, понять, насколько необходимы им эти обряды на самом деле. А потом обратятся сыны Израилевы, будут искать Господа своего Бога и царя своего Давида, и почтут Господа и благость его в последние дни. Ну и вот снова мы видим, что именно недостаток, причем какой-то даже внешний, житейский недостаток, продовольствие или чего-то еще, становится отправной точкой для поиска. Когда все хорошо, Бога искать как бы и незачем. Зачем? Когда мне и так приятно, радостно. Вот когда начинаются проблемы, тогда к нему обращаются. Он, оказывается, и такое обращение принимает. Хотя, может быть, оно его огорчает точно так же, как выходки развратной жены огорчают глубоко любящего ее мужа. Ну а в следующий раз почитаем четвертую главу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok